Hello, my dear students! С вами я, София Сидоренко, ваш проводник в мире английского и немецкого языков. Сегодня у нас с вами потрясающая тема. Вы знаете, некоторые люди коллекционируют вещи, ну там, марки, монеты, значки. Я, как филолог, коллекционирую слова или названия. Сегодня мы будем обсуждать с вами одну из моих коллекций. Итак, я собрала для вас те названия, которые имеют в себе, которые что-то обозначают. Задумывались вы когда-нибудь о том, что какие-то фирмы, какие-то производители могут быть не просто названием, а могут что-то обозначать. Так, начнём! Итак, памперсы. Памперсы. Они стали настолько популярными в наших странах, что подгузники даже не называют подгузниками, а именно памперсами. Итак, to pamper на самом деле обозначает баловать. Да, то есть мы балуем наших детей. To pamper. Следующее. Nestle. Фирма-производитель питания и всяких вкусняшек. Это глагол обозначает вид гнездо, что, в общем-то, и изображено. Скажем спасибо производителю. Ваг. Ну, а теперь давайте угадайте, что это обозначает. А, угадали? Угу. Ваг обозначает мода. То есть, если что-то является модным, то it is in vogue. Отлично, да? Легко запомнить. И пройдёмся дальше по одежде. Производитель обуви. Vagabond. Ну, кто бы догадался или кто бы поддодумался, что это обозначает бродяга. Ну, в общем-то, бродяга вполне подходящее слово, да, для обуви. Бродить, ходить, обувь. Есть какие-то параллели. So, vagabond means бродяга. Следующий производитель много чего, и техники, и обуви, и даже каких-то неубиваемых телефонов. Cat or caterpillar. Caterpillar – это такое насекомое, гусеница. Что-то, наверное, можно здесь найти общего между гусеницей, которая ползёт, и хорошо ей ползти, да, этими ребристыми подошвами, этими мощными колёсами. So, caterpillar – гусеница. Итак, магазин модной одежды Savage. Это обозначает дикий или же находящийся в своём естественном природном состоянии. Интересно, да? А теперь перейдём к котикам. So, whiskers. Здесь есть небольшой нюанс. Итак, whiskers у нас здесь написано в конце AS. Но если после whisk написать E-R-S, whiskers, то это получатся усики. Причём усики не те, которые у мужчин, да, а усы, которые у кошек, у тигров и других кошачьих. Так, следующая, friskers – тоже еда для кошек. Frisky – означает игривый, резвый, шаловливый. Ну, в общем, таким и бывают кошки. So, а теперь косметика. Lush. Lush, в общем-то, имеет два значения. Одно из них – сочный и буйный. В общем-то, это оправдано, потому что Lush позиционирует себя как производитель натуральной косметики. Ещё одно значение. Lush – это как сексапильный. Особенно, если речь идет о женщинах. Окей, and one more. Теперь пойдём по компьютерам, технике, ну, такому. Интересному. Ye-ху. У меня две версии. Одна – это как восклицание. Ye-ху. Я что-то нашёл. Классно. Следующее, то, что даёт словарь – это, вы не поверите, Ye-ху – это мужла. Не знаю, какая версия правдива. Я думаю, что вычитывая восклицательный знак, всё-таки первая. Окей, the next. Intel. Intel, ну, в общем-то, были очень прямолинейны. Intel – это сокращенно от intelligence, то есть интеллект. Помните эту рекламу? Intel inside. Так вот, да, интеллект внутри. В общем, что-то умное с этой техникой. И следующее. Читается verbatim. Хотя я всю свою студенческую жизнь называла это не иначе, как verbatim. Но опустим. Это бывает. Verbatim переводится как дословно. Буквально. Те, кто программисты, я думаю, поймут, в чём здесь дело. Итак, подписываемся на канал YouTube. И вступаем в группу ВКонтакте. И, пожалуйста, оставляем комментарии внизу, лайкаем, делимся своими идеями. И если у вас есть какие-то дополнения к этому списку, к этой коллекции, буду очень признательна, если вы оставите их внизу в комментариях. Bye-bye, my dear friends. Be good.